Великий праздник Рождества Христова В нем наши беседы совершенно очевидны и понятны о тех обстоятельствах, которые сопровождали, во-первых, это величайшее в человеческой истории событие, а также в том, в какие формы приняло почитание празднования Рождества того места, где это произошло в последующие времена нашей с вами истории христианского мира. Надо сказать, что история Вифлеема, небольшого города, где совершилось Рождество Христово, достаточно изобилы такими удивительными совершенно поворотами, событиями и радостными для христиан, и трагичными, драматичными. Ими просто полна и до сих пор, к сожалению, продолжает быть наполнена жизнь этого священного в нашем восприятии города. Вифлеем до сих пор продолжает делить со своими чадами, с чадами Рождества Христова те радости, которые принесло это величайшее событие в мир людей, и те горести, которые это событие сопровождали и продолжают сопровождать и по сию пору. Итак, перед нами история Вифлеема. Вифлеем, наверное, один из самых древних городов Святой Земли. Если допустить, что Бетлахи, которая упоминается еще в омарнских текстах, когда правитель, поставленный Египтом над Иерусалимом и окрестными местами Палестины, Абдихебда, пишет вот эти свои письма, утесняем это всюду нападениями народа Хапиру или Хабиру, предками современных евреев, и в том числе жалуется среди его жалоб, и то, что держава египетского фараона может лишиться и вот такого примечательного городка. Ну, трудно сказать, так ли уж это в действительности было, и был ли этот город, упоминаемый в 15 столетии до Рождества Христова, будущим Вифлеемом. Но, тем не менее, уже во времена, когда Израиль завоевывает, захватывает Святую Землю, этот город, Вифлеем, в привычном для нас звучании, и Бетлехем, как он скорее будет более правильно звучать в своем первоначальном виде, неоднократно он начинает упоминаться на страницах Священного Писания. Само имя города является таким, ну, промыслительно указующим на его последующее значение. Бетлехем переводится как город хлеба, дом хлеба, вернее сказать, Бет, дом, Лехем – это хлеб, пшеница. С одной стороны, это может указывать на полутородность той области, в которой находится Вифлеем. С другой стороны, это, безусловно, вполне такое ясное предуказание, предсказание того, что именно сюда спустится, сойдет хлеб небесный. Христос, который родится в этом небольшом, незначительном, может быть, городке, но который впервые уже так достаточно громко прозвучит в связи с царствованием Давида, дом которого происходит из колена Иуды и именно из города Бетлехем, из города Вифлеем. Именно сюда приходит пророк Самуил для того, чтобы помазать юного Давида в будущего царя Израиля. И Вифлеем навсегда остается такой любовью Давида, сражаясь с филистимлянами, как об этом говорит книга царств, вторая книга царств. Он осаждает Вифлеем и, вспоминая этот прекрасный город, город его детства, его юности, говорит, а кто бы принес мне воды из колодца, что находится у ворот Вифлеема. То есть на тот момент этот, хоть и небольшой город, но уже, очевидно, обнесен стеной. И вот тогда несколько смельчаков из числа преданнейшей гвардии Давида своими мечами прорубаются сквозь тройфили стимлян, сквозь почвы нападающих и приносят Давиду сосутся водой из вот этого колодца. Что же делает Давид? У него очень интересная реакция. Он говорит, как могу я выпить этой воды? Ведь это кровь братьев моих. И он выливает ее на землю. Нам может показаться странным такая реакция. Но если тебе принесли воды, о которой ты сам просил, то зачем же выливать ее на землю? В нашем восприятии это выглядит как какое-то такое кощунство, даже, в общем-то, неуважение, непочтение, какое-то невероятное самодурство. Так мы, так сказать, из нашего современного восприятия можем воспринять подобный поступок. Но Давидом руководит совершенно другое. То, что он совершает, это хорошо известно его современникам священнодействие. То священнодействие, которое встречается практически у всех современных ему народов, народов и во всех религиях. Он совершает возлияние перед Господом. Эта вода, которую ему приносят, она становится уже не просто водою, а той жертвой, которой он не может, не дерзает, прикоснуться сам своими устами. Как раз-таки наоборот. Выпить этой воды означало бы самодурство, ради которого проливают свою кровь в боевые собратья. Нет, царь Давид приносит эту воду в жертву Господу, возливая ее. Здесь и такое священное восприятие земли, как великого жертвенника Божия, и возлияние, излияние, как такого дара, такой формы жертвоприношения, которую принято было приносить. У древних греков, например, это называлось хое. Такое возлияние. И его совершали, например, на могилах близких людей или в каких-то таких значимых священных местах. Могли совершать эти возлияния и вином, и медом, и молоком, и водой, и любым каким-то другим священным или просто напитком. В этом случае это уже превращалось само по себе в такое священное действие. в такой вот именно образ жертвоприношения. И вот Давид уподобляет вот эту землю, на которой стоит жертвеннику, священному месту, поскольку оно полито кровью его соратников. И сама вода, ради которой они не жалеют пролить своей кровью, приобретает для него такое же священное жертвенное значение, которое невозможно употребить в каких-то таких обычных бытовых нуждах и целях. Это становится святыней, которую нужно возлить, принести в жертву перед Богом. Вот в чем смысл этого такого небольшого, но показательного с точки зрения разницы психологии и разницы восприятия близких событий, эпизода, в котором фигурирует Вифлеем. Надо сказать, что эти колодцы царя Давида и до сих пор существуют. Когда-то их было три. В христианские времена там было создано святилище, был создан монастырь, стояли храмы, которые находились поблизости, фактически осеняли собой эти три священных колодца. Это было одно из таких византийских святых мест, связанных с памятью царя и пророка Давида как предка Христа в городе Рождества Вифлееме. Сейчас уцелел и сохранился только один из этих колодцев. Пользоваться им как колодцем уже тоже нельзя, но прийти и посетить это место можно. Оно находится в Иерусалиме. И, в принципе, если вооружить картам или, например, нашим путеводителем по святой земле, то вполне можете это место найти и в нем побывать. Далее Вифлеем продолжает сохранять свое значение как родина, наверное, одного из самых знаменитых и святых для Израиля царей, царя Давида. Поэтому его внук Раваам обносит Вифлеем новыми крепкими стенами. И в таком качестве этот город, как такой укрепленный форпост царства Иудейского, продолжает сохраняться на протяжении продолжительной такой истории. Он разрушен, естественно, вместе с другими городами колена Иуды уже при завоевании этой земли Вавилоном. Население его также уведено в плен. Ну и о том, что город этот был в то время уже хоть и славным, но небольшим, свидетельствует то, что из Вавилонского плена сюда возвращается всего лишь 123 человека. Это говорит о том, что, в принципе, население Вифлеема было очень малочисленным, ближе, наверное, даже к деревне, чем к городу. Но, тем не менее, постепенно он начинает расти, обустраиваться, а его величайшее такое религиозное значение сохраняется в пророческих текстах, которые и вспоминаются сейчас в церкви в связи с празднованием Рождества Христова. Пророчество Михея говорит о том, что «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше среди прочих городов Израиля, из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой». То есть то, что потомок Давида из корня Иесея, а именно из этого рода должен был произойти Христос, должен будет появиться именно в Вифлееме. Это пророчество было хорошо известно и сохранялось до самого этого события Рождества в священной памяти и прекрасно было известно и книжникам. Именно это пророчество они приводят, когда царь Ирод призывает их к себе и начинает выпытывать о месте, где должен родиться мессия, но, однако, уже с совершенно другой целью, с целью его убийства. И не случайно, исходя из вот этих событий, описанных в Священном Писании, святое семейство не поселяется в Вифлееме, в родном городе или в Иерусалиме, но уходит в Галилею. Вот такая постоянная близость к администрации Ирода чревата для новорожденного мессии и впоследствии возможными такими бедствиями и волнениями. Тем не менее, Рождество, согласно пророчествам, происходит именно там. Но надо сказать, что вообще само вот это событие Рождества, оно достаточно кратко изложено в евангельских текстах, из которых яствует, что произошло оно, как мы знаем, в связи с той переписью, которая производилась римской администрацией с целью упорядочения уплаты налогов. И вот это такое земное обстоятельство привело в действие божественные судьбы так, что Марии, которая была непраздна, пришлось совершить такое достаточно длительное, тяжелое, но промыслительное путешествие из Галилеи в землю колена Иудова, в город Вифлеем. Как повествуется в священных текстах, не нашлось и места в гостинице, потому что Вифлеем был заполнен уже теми, кто пришел прежде них. Очевидно, что Мария, будучи на сносях, двигаться быстро не могла. И вообще вот такие обстоятельства этого путешествия, некоторые и самого Рождества, пускай и не всегда приняты каноническим созданием православной церкви, но в то же время дающие нам всевозможные такие интересные детали, а самые главные и ставшие основой для последующей паломнической традиции приводятся в Евангелии, прото-евангелии, так называемом Иакова или Евангелии детства. Там очень много таких любопытных черт, и в том числе упоминаются и окрестности Вифлеема, о которых мы тоже, даст Бог, впоследствии поговорим и упомянем, которые также вошли вот в эту орбиту святых мест, связанных с Вифлеемом, которые посещались многочисленными впоследствии христианскими паломниками, приходившими поклониться месту рождения спасителя. Некоторые при этом источники говорят о том, что Рождество произошло в пещере, которая находилась непосредственно в самом городе Вифлееме. Другие говорят о том, что на самом деле все-таки между местом Рождества и Вифлеемом было какое-то расстояние. Наш русский паломник XI века, игумен Даниил, даже говорит о том, что от места Рождества до самого Вифлеема, каким он был в XI или в начале XII века по Рождестве Христовым, расстояние, сопоставимое с полетом стрелы, как говорит игумен Даниил, как доброму стрелку дострелить. То есть как хороший лучник на такое расстояние может пустить свою стрелу. Надо сказать, что ко времени, когда совершал свое паломничество в XII веке, игумен Даниил Вифлеем на самом деле переживал уже далеко не лучшие времена и далеко не времена своего расцвета. Поэтому сейчас говорить о том, находилась ли эта пещера в городской черте или за ее пределами, наверное, уже даже и не имеет, может быть, такого какого-то большого смысла. Очевидно, что это было не в центре тогдашнего Вифлеема, что это была какая-то окраина, поскольку пещеры в основном использовались в качестве таких хозяйственных подсобных помещений жителями города, которые, естественно, вот это свое хозяйство все сельское выносили за пределы, собственно, города. В городе с его чрезвычайно небольшой площадью, с узкими улочками, тесными домами просто невозможно было бы располагать еще какие-то скотные дворы, огороды и так далее. Поэтому пещера, в которой укрывался скот, это было место, которое явно уже лежало вне пределов городского центра как такового. И именно и только там, к сожалению, может найти себе приют святое семейство для того, чтобы вот в такой смиренной обстановке пришел на землю царь царей, владыкой, создателем этого мира, которым благоугодно было принять на себя вот этот рабий образ, родиться в этом сыром, холодном вертепе, согреваемом дыхании скотины, которые там находятся, и там же принять поклонение мудрецов, охлов, которые пришли со своими дарами, принесли их с Востока. Ну, в одной уже из наших бесед, посвященных прошлому арабских народов до принятия имя Ислама, мы высказываем предположение о том, что на самом деле эти цари с Востока являлись аравитянами, являлись предками современных арабов, относились к народам арабским и к Персии имели отношение, но только поскольку являлись вассалами этого государства и в целом относились к вот этой области, на которой распустиралось персидское влияние. В самой Персии было единобластье, и никаких таких вот отдельных царей там не было, а все-таки церковная традиция, предание называет их именно царями. Более поздние традиции сообщают уже и их имена, Гаспар, Бальтазар, Иллиотасар и Мельхиор. Впоследствии эти три царя и мага не только причисляются к числу святых православной церкви, но в большей степени, надо сказать, католической все-таки церкви, западной, но и окружаются таким широчайшим, величайшим поклонением. И сейчас в древнем и великолепном Кернинском соборе хранятся мочи этих трех магов, трех волшебников. А в XIII веке на Святой Земле было даже создано такое вот особенное совершенно произведение, которое описывало все народы, которые населяли на тот момент во времена владычества крестоносцев Святую Землю. И в числе прочего сообщалось и то, какое отношение они исповедуют к вот этим трем царям, которые являлись одними из таких святых покровителей восточного вот этого крестоносского воинства, вернее, западного крестоносского воинства во время пребывания его на востоке. И вот здесь, в этой пещере, которому суждено было стать великим святилищем, величайшим храмом святыни христианского мира. Происходят все вот эти события Рождества, поклонение волхвов, вот этих даров. Здесь проходят первые часы и дни жизни Спасителя, и отсюда он впоследствии вынужден уже по совершению на сороковой день положенных жертв в Иерусалиме бежать в Египет, поскольку администрация Ирда ищет души младенца для того, чтобы его погубить, в связи с чем Ирод не останавливается перед убийством всех детей, родившихся в Вифлееме от времен, так сказать, возраста двух лет и ниже. Такое совершенно злодейское и хорошо, надо сказать, вписывающееся в то, что мы знаем о характере царя Ирода, деле, повествуют нам наше церковное предание и священное писание в лице евангелистов, которые описывают события Рождества Христова. О этих 14 тысячах вифлеемских младенцев, хотя их число на самом деле в разных церковных традициях в разные времена варьировалось, изменялось, мы тоже еще упомянем в дальнейшем, в более подробном рассказе в связи с теми местами, где совершалось в Вифлееме их почитание и поклонение им. Ну а Вифлеем после всех этих событий становится тем местом, куда начинают приходить на поклонение христиане, буквально с самых первых десятилетий истории христианской церкви. Естественно, что римская администрация, которая начинает во всем всеоружие своей власти, борьбу с новой вот этой христианской верой, которая подрывает основу языческого мировоззрения, языческой идеологии римской империи. И на вот этом месте, где произошло Рождество Христовое, куда приходили христианские паломники, римляне создают святилище в честь такого восточного башка, которое именуется у финикийцев там музом, а в широких своих римского общества именуется адонисом. Это такое умирающее, воскресающее божество, связанное с сельскохозяйственным таким кругом сева, с жатвой, тем путем, которое проходит зерно, умирающее в земле и возрождающееся снова. И вот таким образом римские язычники пытались подменить христианское почитание умирающего, воскрешающего Бога, своим вот таким воскресающим божеством. На этом месте создается святилище, высаживается священная роща. Однако, несмотря на все эти языческие ухищрения, христиане продолжают приходить сюда, они помнят место Рождества, Рождество помнит о той пещере, в которой произошло это событие. И поэтому, когда времена меняются, и святая равнопостная царица Елена при участии и содействии своего венценосного и также святого равнопостного сына Константина прибывает на святую землю для того, чтобы восстановить, обустроить здесь важнейшие христианские святыни, ей не нужно долгое время посвящать себя поиском святого места Рождества, как это было с местом воскресения. Святая Елена возводит первый храм Рождества Христова над пещерой Рождества, разрушив, естественно, для этой цели и святилище там Музы, и вырубив священную, посвященную этим божествам рощам. И вот первый храм, он носит значение такого вот как бы святилища, подобного храму воскресения в Иерусалиме. И примерно по тому же принципу и строится. Это вот такие святилища, которые именовались мартириями и стали таким вообще образцом для христианской архитектуры последующих веков. Основная часть, построенная над собственно пещерой Рождества, представляла собой такой восьмиугольный, октагональный в плане храм, украшенный сверху звездой в память о звезде Вифлеемской. К нему примыкала вот к этому святилищу примыкала пятенефная базилика, ну то есть разделенная на пять нефов или вот таких вот частей, в которых молились приходившие сюда христиане. Ну и также к самой этой базилике примыкал достаточно большой двор, притвор, который тоже на тот момент являлся частью храмового комплекса. У нас, как правило, он уже съежился до таких небольших пределов, а во времена, когда христианская архитектура только формировалась и подражала древней скинии, сведения древнему ветхозаветному храму, эта часть, притвор, была уподоблением вот того святого людского, того двора, в котором собирались большая часть молящихся для того, чтобы участвовать в богослужении. Как правило, моления здесь происходили под открытым небом, это была та часть, которая не покрывалась крышей. Строение было сделано из камня, отесного, украшенного, резного, крыша была построена с деревянными перекрытиями и с металлическим верхом, как это впоследствии было характерно для последующих построек этого времени. И наряду с храмом воскресения Христова в Иерусалиме и храмом вознесения на Иллионской горе это стало одной из таких величайших и наиболее впечатляющих построек, которые были совершены Еленой и в ее век. Но это первое святилище Рождества Христова оказалось полностью разрушено практически, разграблено во время восстания самаритяна, которое мы тоже уже однажды упоминали в наших беседах, и не однажды, на самом деле. В 529 году самаряне захватили Вифлеем, разрушили, разграбив перед этим, и затем сожгли храм Рождества Христова, так что теперь от него остались только лишь такие незначительные фрагменты, которые уже в XX веке были обнаружены археологами. После этого самарянского мятежа, приводя в порядок древние христианские святыни, великий император Юстиниан, первый этого имени на Византийском престоле, возводит вот тот самый храм, который мы сейчас с вами до сих пор видим на месте Рождества Христова Вифлееме. Это одна из таких уникальных святынь, которые с VI века практически не прекращают своей богослужебной жизни и деятельности, и в этом тоже мы не можем не удивляться действию удивительного промыслу Божия, хранящего свои святыни посреди тех совершенно потрясающих уже и драматических событий, которые сопровождают последующую историю. Храм Юстиниана, о котором мы поговорим подробнее впоследствии, имеет уже несколько иную, другую совершенно форму, отличающуюся от первой церкви, построенной Еленой. Он намного больше, он, конечно, поражает также воображение современников и своими размерами, и своей красотой, а выбранство его мы также скажем впоследствии, когда будем подробно беседовать и рассказывать об этом храме. Но его история также, как мы знаем, переживает, в том числе, например, и нападение перса в 613 году, войск персидского царя Хазроя, который планомерно разрушает все христианские святыни, и совершенно удивительным образом персы не трогают этого храма. Почему? Существует такое предание, что украшает этот храм великолепными мозаиками. Мастера Юстиниана в сцене поклонения волхвов, которая там, безусловно, присутствовала, изображают вот этих магов, этих волхвов уже в привычных им традиционных персидских одеждах. И поэтому, когда персы, персидские войска приходят в Вифлеем и видят на храме своих современников, своих мудрецов, своих магов, в привычном для них современном им виде, поклоняющихся Рождеству Христову, то это производит на них такое впечатление, что они оставляют храм неразрушенным и неразграбленным. Удивительное действие церковного искусства. Надо сказать, что впоследствии отцы Седьмого Вселенского Собора, отстаивая истинное конопочитание, вот этот пример приводит в качестве одного из веских аргументов пользы и богодухновенности почитания священных изображений в Православной Церкви. Итак, храм Рождества благополучно переживает сначала персидское завоевание, потом завоевание мусульманское. Завоеватель Святой Земли Умар ибн Хаттаб не поднимает также свою руку на эту величайшую святыню христианского мира, но и впоследствии мусульмане не разрушают храма Рождества Христова, но в соответствии с той традицией, которая в первые века мусульманского владычества существует на Святой Земле, южный трансепт, южная часть этого храма превращается в мечеть. И таким образом на месте Рождества происходит такое своего рода экуменическое моление. Единственное, что, естественно, не в одно и то же время эти молитвы совершаются, однако и мусульмане, и христиане в храме Рождества Христова приносят свои молитвы и почитают Христа тем образом, от которой свойственны религии каждого из них. Удивительным совершенно образом тоже храм Рождества сохраняется и во время первого крестового похода. Дело в том, что местные мусульмане, которые на тот момент уже также проживают в Ифлиеме, там находится такой воинский гарнизон, они принимают решение в 1099 году, летом, в разгар крестового похода, когда войска крестоносцев осаждают, продолжают осаждать Иерусалим, они принимают решение разрушить храм Рождества Христова в Ифлиеме, поскольку это не только святыня, не только храм, но еще и крепость. Они боятся того, что христиане смогут использовать храм Рождества как такой вот укрепленный форпост. И поэтому назначается время, когда храм этот должен быть разрушен. Чтобы не допустить этого, делегация христиан Вифлиема отправляется в лагерь крестоносцев в июне 1099 года и обращается к тем с просьбой, чтобы они каким-то образом посодействовали тому, чтобы эта древняя святыня христианского мира не претерпела ужасающей судьбы разрушения от рук мусульман. Помочь вызывается Танкрит Норман, племянник, принимающего в участие правителя Нормандской Сицилии, впоследствии воспетый во многих художественных произведениях, действительно один из самых ярких крестоносцев первого крестового похода. Впоследствии он становится князем, принцем галилейским, а на тот момент это один из самых удачливых, смелых и действительно горящих христианским энтузиазмом воинов. Он бросает клич, к нему присоединяется всего лишь сотня добровольцев, хотя сотня рыцарей на самом деле по тем временам это вполне немало, и он совершает такой быстрый в ту же ночь рейд на ничего не ожидающий мусульманский гарнизон Вифлеема, обезоруживает его, уничтожает и таким образом сохраняет Вифлеем. Прежде чем взять Иерусалим, крестоносцы уже обладают Вифлеемом. Это такая знаковая для них победа, знаковая святыня, поэтому первые короли Иерусалимского королевства и Готфрид, и Балдуин I, и Балдуин II, они венчаются на царство именно в храме, в Вифлеемском храме Рождества Христова. Там же венчаются на царство и последний из легитимных в каком-то отношении правителей Иерусалима крестоноских король Фридрих Великий, но это уже происходит в 1227 году, и это последний такой расцвет перед закатом христианского владычества крестоносского на святой земле. Всего на 10 лет по мирному договору Вифлеем возвращается опять в руки христиан, но затем этот богатый, великолепно украшенный при крестоносцах храм подвергается многочисленным и планомерным разграблениям, в особенности во времена чрезвычайно ненавидящих христиан, мамлюкских правителей, захвативших власть и в Египте, и в Палестине. Храм приходит в такое состояние, что паломник XV века Феликс Фабри говорит о нем с горестью, как о сеновале, на котором нет ни единой соломинки, или об аптеке, в которой нет ни одного лекарства. Храм производит на паломников столь же удручающие впечатления, сколь потрясающее воображение впечатлений он производил во времена своего великолепия, когда в нем еще сохранялась сохранялась мраморная отделка византийцев, великолепные мозаики, которым был полностью украшен храм, прекрасные росписи на его колоннах, обо всех о них мы потом, я надеюсь, впоследствии также с вами поговорим и расскажем. Все эти драгоценные материалы разграбляются правителями мамлюками и частично вывозятся для украшения великолепных мечетей Каира, а частично идут на украшение святынь, храмов и горы, в частности, купола скалы, кубата с Сахар. В таком бедственном состоянии храм претерпевает, конечно, многочисленные изменения, приобретают тот вид, которым характерен для него сейчас те перестройки, его двери становятся такими небольшими для того, чтобы кавалькады бедуинов, которые берут власть в этих местах, не могли заезжать в храм непосредственно на своих лошадях или верблюдах, чтобы паломнику, который придет поклониться пришедшему на эту землю в смирении Христу, надо было смириться, преклониться и через узеньку, маленькую дверь попасть в этот великолепный храм. Но дальнейшая история храма Рождества Христова связана уже с тем, что он становится местом такого общего почитания и поклонения и католиков, и православных христиан. То католики приобретают большие права на этот храм в XVI веке, то христиане возвращают православные себе эти права. Но, тем не менее, вот эта напряженность в Вифлееме вокруг храма Рождества Христова сохраняется на протяжении многих веков между разными общинами, диаспорами, населяющими Вифлеема по сию пору. Здесь есть и армянская община, и община христиан, рабоязычных, православных, и католиков, и сирийцев. Все они вместе претендуют на совершение богослужений в храме Рождества Христова, и это нашло отражение в его убранстве, о котором мы впоследствии также более подробно поговорим. Но сейчас, до сих пор, Вифлеем становится местом, остается местом такой постоянной борьбы и противодействия. За власть над Вифлеемом, хотя относящемуся к палестинской автономии, продолжают бороться и современные войска государства Израиля, которые пытаются контролировать обстановку, происходящую в Вифлееме, в важном центре палестинского мира, и продолжают бороться и радикально настроенные мусульманские партии, организации, а страдают более всего в этом противоборстве в первую очередь, конечно, арабоязычные христиане, которые в большом количестве вынуждены оставлять родной Вифлеем, уезжать в другие места, покидать свой родной город место своей величайшей святыни. Но, тем не менее, до сих пор достаточно большая, значительная община православных христиан продолжает сохранять свое присутствие в Вифлееме, благодаря чему и сейчас мы можем поклоняться прекрасному храму Рождества Христова, основной алтарь и пещера, главная святыня этого храма, в котором сейчас находится в руках Иерусалимского патриархата, православного греческого патриархата, совершающего свое богослужение, к счастью, по старому стилю, неуклонно и неизменно. И православные паломники, те, кто смогут оказаться на Рождество в этом храме, смогут присутствовать при православном богослужении, совершаемом полностью и канонически по всем правилам и установлениям православной церкви. Хотя, конечно, со своими особенностями, о которых тоже, надеюсь, мы скажем несколько слов в дальнейшем. Но надо сказать, что на самом деле к агломерации Вифлеема относится и большое количество других населенных пунктов, мест и городов, каждый из которых также несет в себе какие-то очень важные для нас священные воспоминания. Более подробно и детально о каждом из них мы поговорим, даст Бог, в наших следующих с вами передачах, записях. На этом мы с вами прощаемся. Желаем вам светлых праздников, светлых дней, вот этих замечательных святок, по празднеству Рождества Христова, переходящих в празднование Богоявления. Когда-то этот светлый период назывался одним именем Божественных Теофаний или Феофаний, светоявлений. И пускай этот свет Рождества и Богоявления освящает души всех православных христиан неизменно и в этом году, и во все остальные лета жизни, бытия этого мира. С праздником, дорогие зрители, слушатели канала Портал Экзегет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова